Мы посчитали необходимым провести в этом году Амурскую осень. И не потому, что раз не проведешь, а потом уже можно считать фестиваль сложно восстанавливать в общественном мнении. Наверное, все-таки главной причиной, несмотря на то, что на Амур-Инфо нас поливали и меня называли клещом на теле Амурской области. Ну вот, посмотрите на этого клеща, я перед вами. Так вот, мы все равно посчитали по-другому. Для нас это наша гражданская позиция. Может быть, не все знают, но мы отказались от областных и городских денег. Проводим на помощь наших друзей, на помощь Министерства культуры России и при поддержке всех, кто любит наш фестиваль. Мы в этом году делаем все скромнее, не будет шикарных декораций на открытии и закрытии. Проводим исключительно благотворительные концерты во всех потерпевших территориях. И я очень рад, что и наша московская дирекция эти два месяца работает бесплатно, и Благовещенская, и никто нас не бросил. Да, конечно, сразу стало понятно, кто друзья, кто попутчики. Как правило, это бывает неожиданно. Вроде бы ты работаешь 10 лет с человеком бок о бок, а именно от него и получаешь нож в спину. От врагов хотя бы видно, что он враг, а от друзей, ну, вот, наверное, эти испытания нас закаляют и делают еще крепче. Ты можешь превратиться в дождь, чтобы пройти, когда мне жарко, я бы тебя не ждут. Когда ты пройдешь, ты можешь превратиться в дождь, чтобы не видеть, как я плачу, я тебя любви не плачу. Просто тихо жду, 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 когда ты пройдешь. Не уходи, еще сады не засыпали, еще земля, следы бережет. Не уходи, еще в домах смеются окна, ты слышишь? Чтобы паводок сошел, чтобы дома высохли до зимы, чтобы было где-то зимовать людям, и чтобы у вас все было благополучно. Вот об этом все мои мысли, я сегодня была поражена, что полный зал, такой теплый прием, столько цветов. То есть люди нашли возможность прийти, я настолько вообще за это им благодарна. Ну, а мы прилетели, несмотря на всякие разные сложности, но тем не менее, и счастье, что этот вечер состоялся.